Чтобы избежать возможных аварий, связанных с неисправностью газового оборудования внутри домов, необходимо своевременно проводить его диагностику и капитальный ремонт. В многоквартирных домах такое решение должно быть принято на общем собрании. В случае, если председатель совета многоквартирного дома, либо председатель товарищества обращается на общем собрании к собственникам с предложением включить те или иные работы, либо диагностика, либо капитальный ремонт в перечне работ на предстоящий год и, соответственно, определить источник финансирования, мы бы рекомендовали собственникам такие решения принимать и не откладывать на будущее. К сожалению, по городской управляющей компании на сегодняшний день такие решения рождаются неохотно. Как бы то ни было, мы продолжаем эту работу и надеемся, что при проведении очередных собраний, которые проводятся уже вот сейчас, все решения будут получены в стопроцентном объеме, и нам удастся избежать отключения газа в многоквартирных домах. Отключение газа в многоквартирных домах – это крайняя мера, но именно она помогает решить проблему оперативно. Сегодня ведутся работы по диагностике внутривидомового образового оборудования «Ямак-2-27-1» и «Чистякова-46». Значит, работает компания. Газ будет им закручен после получения положительного заключения. Комсомольская-43 так и стоит без газа, хотя он нас убедил, что он договор заключил. Комсомольская-41 связана, но мы пока от экспортной организации не получили никаких уведомлений о том, что на какую дату назначена работа по диагностике. Во многих многоквартирных домах Сарапула, где еще вчера эта проблема оставалась нерешенной, сегодня идет активная работа по технической диагностике газового оборудования. Жильцы понимают, от этого зависит их безопасность. К работе газовых сетей нужно относиться очень серьезно. Диагностика проводится специализированными организациями, которые подготавливают после проделанной работы очень большой пакет документов. Заранее планировать председателям ТСЖ, управляющим компаниям, а не надеяться на то, что столько народа, такого количества людей нельзя отключать от газа. Это вопрос жизни, это серьезно. Управляющие организации обязаны проверять состояние домовых вентиляционных каналов, контролировать качество и своевременное выполнение работ по поддержанию в несправном состоянии, не реже одного раза в 10 дней проводить проверку подвалов на загазованность с записью результатов в связи с журналом, уже внесены поправки, согласно которым правительство не только будет наделено полномочиями устанавливать требования компаниям, обслуживающим выжить домовое и газовое оборудование, но и применять административное наказание к собственнику, которые нарушают элементарные правила безопасности при обращении с газовым оборудованием и игнорируют предписания специализированных компаний. В качестве упреждающей меры разработана инструкция, которая поможет еще до принятия закона снизить риски некорректной установки и эксплуатации газового оборудования. Болезни сердца молодеют, констатируют врачи первичного сосудистого отделения Сарапульской городской больницы. Раньше сюда поступали в основном пожилые люди, сегодня среди пациентов кардиологического отделения немало молодых. Среди основных причин, которые называют врачи, курение и малоподвижный образ жизни. Все, которые молодые, мужчины, особенно и женщины, кстати, тоже касаемо, как попадают с инфарктом и со стенокардией, начинаешь спрашивать, с каких лет курим? С 6, с 10, с 15. То есть стаж курения, где-то, начиная, если человек курит от 20 лет выше стаж курения, у него уже риск огромный есть поиметь у себя ишемическую болезнь сердца. Плюс малоподвижный образ жизни, ожирение, диабет, все это влечет к ишемической болезни сердца и к сильным проблемам. И это как снежный ком идет, как снежный ком. В первичном сосудистом отделении оказывается диагностика и первая медицинская помощь. Тяжело больные проходят лечение в палате интенсивной терапии. 1 сентября текущего года, 2016, в городе функционирует на базе, на данной базе от одного отделения только, кардиологическое, 43 койки. Из них, из 43 койок, 6 койок находятся в палате интенсивной терапии, где самые тяжелые больные, то есть с острым инфарктом миокарда, с острым коронарным синдромом. У нас есть мониторы, есть дефиблираторы, есть инфузоматы. Мы здесь проводим тромболизис больным с инфарктом, который поступает в течение первых часов от момента развития инфаркта. И потом их направляем в Уржеск. Исследования проводим по мере возможности. Холтеровского монетариума, эхо сердца, рентгенографии легких, велосипед. У нас такие обследования проводятся. Но это согласно медико-экономическим стандартам мы больше не делаем и делать не будем, потому что у нас первично сосудистое отделение. Мы здесь должны им оказать помощь экстренную, стабилизировать состояние, чтобы они в дальнейшем получали адекватное лечение в амбулаторно-поликлинической службе. Это самая главная задача. На проведение отдельных сложных процедур и операций пациенты направляются в Республиканский кардиоцентр. С 1 декабря 2015 года больных переводим в Уржеск кардиоцентр для проведения коронарной ангиографии. Практически ежедневно мы отправляем больных для проведения этой данной процедуры. При остром инфаркте, при ишемической болезни сердца, нестабильности на кардии, она показана в принципе всем, у которых больным с прогрессированностью на кардии с инфарктом. Еще одна проблема – нежелание лечиться. Многие, даже после сложных операций, почувствовав себя намного лучше, пренебрегают советами врачей и тем самым усугубляют свое положение. Есть, конечно, люди, которые действительно адекватно принимают лекарства, но есть, которые не принимают лекарства. Даже после операции. Они подумают, что им сделали операцию, там стенд поставили дорогущий, который один стенд от 70 до 100 тысяч стоит, один стенд. Они думают, что им поставили, можно вообще ничего не делать. Можно жить так же, как до операции. Но это не так, к сожалению. Поэтому надо лекарство пить постоянно. В прошлом году в первичном сосудистом отделении Сарапульской городской больницы было зафиксировано 212 случаев инфаркта. В этом году – почти такое же число инфарктов за 9 месяцев. Это большая проблема нашего общества, и чтобы ее решить, кардиологи Сарапула советуют горожанам вести здоровый образ жизни. Известные в Сарапуле и за его пределами волейболисты Валерий Сухоплёев, Вячеслав Ерёмин в составе сборной Удмуртии приняли участие в чемпионате России по волейболу среди ветеранов и одержали победу. Уже трижды серебряный призер чемпионата России по волейболу среди ветеранских организаций России. Вторая медаль серебряная была завоевана в 2015 и третья – в 2016 году в составе сборной команды Удмуртии. Вячеслав Ерёмин в составе сборной ветеранов возрастной категории 75 лет, Валерий Сухоплёев – 70. Чтобы успешно выступать на соревнованиях российского и республиканского уровней, они тренируются три раза в неделю. Волейбол – один из самых доступных видов спорта, а потому, объясняют спортсмены, он так любим многими сарапульцами. Это любительский вид спорта, который у нас в Сарапуле, которым мы гордимся, конечно, достижениями города Сарапула, теми бывшими волейболистами, которые у нас были, замечательные волейболисты. И с молодёжью стараемся общаться, и на площадке. Это такой вид спорта – волейбол. Гораздо он доступен многим – и девушкам, и женщинам в возрасте, которые все предприятия стараются арендовать спортзалы, чтобы поиграть в волейбол. В течение октября в городе Сарапуле в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Сарапульской городской думы было установлено 13 детских игровых площадок в разных районах города. Финансирование осуществлялось из городского бюджета. Мне очень здесь нравится. У нас, конечно, в доме детей очень много. Мы очень довольны. Вот лично у меня тоже внуки приходят, даже им поиграть негде. А сейчас, конечно, я очень довольна, что нам поставили такое развлечение для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова